Самая горячая тема послевоенного урегулирования, который сейчас усиленно пытается раздувать в Ереване, это вопрос о будущем христианских памятников на освобожденных территориях Азербайджана. По вашей оценке, есть ли основания для опасений за судьбу исторического наследия на этих землях теперь, когда они вернулись под контроль законной власти? И как вы в целом оцениваете отношение азербайджанского государства к христианским ценностям? Те, кто были в Баку, прекрасно видели, сколько там сохранилось церквей, в каком они состоянии. Может быть, те, кто присутствовал в столице Азербайджана в момент окончания боевых действий, слышали колокольный звон, который раздался в честь того, что, ну, как бы ни относились люди к сторонам конфликта, когда перестают убивать людей, это для церкви, настоящей церкви, это всегда праздник. Давайте обратимся к фактам. Возвращена, передана в Бакинскую епархию русской православной церкви икона из Гадрута. Существует масса других случаев, когда на тех территориях, в которые вошли азербайджанские войска, спасались, сохранялись, в том числе и христианские ценности. Но прежде всего, всё-таки не будем забывать, исторически это территория ислама. И главная проблема в Карабахе, если говорить о проблеме сохранения культурных ценностей, это, конечно, проблема сохранения исламских культурных ценностей, которые, ну, это видно сейчас, в каком они находились состоянии все эти 26 лет, и хорошо видно, как в лучшем случае равнодушно относились к этим исламским ценностям те люди, которые контролировали тот регион. Что касается христианских ценностей, я уверен, они будут сохранены. Очень странно выглядят эти видео, которые распространяют, я бы сказал, люди, занимающиеся хейтерством, да, потому что показывать вот каких-то этих странных людей, которые что-то кричат и ломают то ли колокола, то ли ещё там какие-то вещи, сразу видно, что это какое-то, ну, очень постановочное видео. Тем не менее, на кого-то, может быть, оно воздействует, но я советую всем обращаться к фактам и смотреть на заявления азербайджанского правительства. Обратите внимание, что Пашинян в своих заявлениях, он ни слова никогда не сказал ни о азербайджанских беженцах из Карабаха, из прилегающих территорий, ни вообще о каких-то культурных ценностях. Что касается памятников, то они будут сохранены, и мы тоже в меру своей возможности выезжаем, смотрим на состояние этих памятников. Понимаете, культурный код азербайджанского народа изначально расположен к тому, что нет разницы, какой храм. Мечеть, это церковь, это синагога, главное, что это храм Господа. И традиция совершения службы, молебнов, разных конфессий и религий в одном храме, она издревле есть в Азербайджане. Поэтому я считаю, что эта проблема искусственно раздута, у нее есть свои цели пропагандистские, отвлечь от основной сути и тематики. Я призываю всех не то, что не беспокоиться, в ближайшее время вы увидите разницу, вы увидите, что на эти земли вернулся хозяин. И это отразится во всех сферах жизни и деятельности на освобожденных территориях. Христианские памятники, они же у нас не только в Баку и в Карабахе, они есть в Габале в большом количестве, они есть в Угузе, в других северных районах Азербайджана, в северо-западных районах Азербайджана. Большинство из них за государственные счеты отреставрированы. Плюс на данный момент продолжается еще реконструкция этих храмов. Эти храмы являются частью исторического наследия Азербайджана, наравне с мечетями, с кервансараями, с дворцами. Не имеет значения, чьи эти храмы. Если они на территории Азербайджана, то они будут восстановлены. Каждый желающий может поехать в Шакинский район, посмотреть на христианские церкви, которые были восстановлены в Угузском районе, в Габалинском районе Азербайджана. И то же самое будет и в Карабахе. Они будут восстановлены, они будут оберегаться, ровно как и мечети. Но почему армянская сторона раздувает эту истерию и так далее, эту кампанию в западных в основном СМИ? Обратите внимание, как усердствуют французские СМИ. С одной стороны, чтобы снискать какое-то сочувствие себе на религиозной почве. Потому что я лично общаюсь с огромным количеством европейских экспертов, журналистов и так далее. Они всегда говорят, что они глубоко секулярные люди. И религиозный аспект не является для них главным. Но поверьте мне, когда дело доходит до работы, этот религиозный аспект, аспект какого-то религиозного сочувствия, какую-то роль все-таки играет. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса. Ведь они же понимают, армянская сторона, что сейчас эти территории будут освобождены, и Азербайджан будет снимать и показывать, во что они превратили мечети. Понимаете? А мечети в большинстве своем, обратите внимание, в большинстве своем использовались как сарай, где содержали свиней. Это не просто так было сделано. Мечети в большинстве своем разрушены. Но сколько западных СМИ говорят о разрушенных мечетях в Азербайджане, на этих территориях в Карабахе? Почти никто не говорит. И один очень важный аспект. В течение вот этих лет оккупации армянская сторона построила церкви в таких районах, как Губадлинский район, Зенгеландский район, Лачинский район, в которых армяне никогда не жили. То есть это церкви постройки 2012, 2011, 2008, 2010 годов. Но для европейского зрителя им трудно отличить, что это за церковь. Они их тоже представляют как исконно армянские церкви на исконно армянских землях. И стараются их тоже приплюсовать к этой пропагандистской кампании. То есть если резюмировать все это сказанное, я так считаю, что это очередная пропагандистская кампания. Кампания по очернению Азербайджана. Она не закончится ни сегодня, ни завтра. Она будет продолжаться. И мы еще будем на эту тему много говорить. Но главное то, что азербайджанское государство возьмет под охрану все эти памятники, восстановит их. И они будут открыты как для армянских паломников и туристов, так и для азербайджанских людей, граждан, которые захотят эту церковь посетить. И безусловно для иностранцев. И каждый без участия армянской пропаганды, без участия азербайджанского правительства может сам поехать воочию убедиться, в каком состоянии тот или иной храм. И в каком состоянии мечети, которые как они были и как они были отреставрированы.